город брат город брат здравствуйте наше вам почтение а в ней кого этот уже не бывали прочитаю по сегерам катому воську туда бегал по весне наверное еще зимник был открыт на последний зимник все тактики мешки которые мы притаранили должны были уйти уже по последнему зимнику но уже так теплее ла хорошо теплее ла сейчас как раз тихоньку холодает что-то вот видите небо посморнило и не нравится мне здесь не режим такая погода была классическая просто песня поехали 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 братцы поехали но совсем не останавливаться пикс чё нам нам надо сейчас какой-нибудь местный маркет заглянуть не братан я не уверен конечно нам наверно тебя не получится на подъеме когда мы ехали она у тебя в горку не ехала да вот там кобыл то совсем немного вот хлебушек водички питьевой кофе 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 может взять скоро закончится так сметанки там салатик заболевать какой-нибудь мало ли вдруг вдохновение найдет типа помидоры порезать сметаной залить все максимум на что способен но максимум на что есть желание и то она проявляется крайне редко посмотрим сейчас вроде бы не тут так там в этом в энергетике перед гэс помню что проезжал мимо магазинов там точно будут где-нибудь шварта нём ся забежим на 10 минут и поедем гэс смотреть так-то тепло 14 пока здесь да 75 быстрее не еду все в рамках ненаказуемого возможно сюда потом выйдем 99 процента что мы сюда потом братск вернемся грузиться либо в братск либо может быть в усть-илимск вряд ли мы где-то там в усть-путе или еще дальше где мы там будем там что-то грузить мы скорее всего что сюда выйдем пустые конечно ситуации разные бывают может быть оттуда что-нибудь выворот такое что она покроет все расходы вряд ли блин магазин зайдешь ничего не купил две бутылки воды булка хлеба банка сметаны и это так лечение какой-то 400 рублей вроде ничего вообще не взял хотел эту пятницу сходить пятница закрыт это оказался бар с двадцати трех работает магазинчик там был дальше как это нам тут пройти я не помню как я шел а еще музыка звучал суббота тут кто-то что празднует в этом доме пойма слышите музыка звучит поехали без смотреть вон она совсем рядышком здесь уже он даже видацию каждодневные заботы каждый день одно и то же кино про дорогу зайти в магазин хорошая стоянка чтобы скажем так гальюн был с удобствами теплый каждый день все как всегда и так изо дня в день из недели в неделю месяц и месяц года в год вот она и вся дальнобойная романтика так еще нам нужно помимо бездорожья братского это не братск уже или братск и это братск краем там электрик или как где-то просто водички налить она то есть под запастись люблю когда у меня все с запасом что что-то там михал ладимович пугал что там можно и двое суток простоять типа прождать ну как бы в газпром ездил погружаться этого газпром то может и двое суток продержать на выгрузки ну что-то такое он говорил не знаю а водичка надо чтобы а есть она там нету даю там брать надо где-то посматривать уже после братска может какой-нибудь источник найдем и в каком-нибудь харчевне остановиться спросить а кому тут надо уступать вы не знаете я наверно нам должны все-таки уступать сделаем скидку на то что мы железней так а вот она кстати гэс слышится еще брюшетка 5 начал гребежать уже устранял я это сейчас остановимся и пойдем гэс смотреть молодожены надо это так 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 об решетке устранить раздражает ну шо welcome иркутская энерго братская газ вот там это часто сидит девчонки наверно идут слив воды смотреть на экскурсию сейчас мы посмотрим видим эту чё я уже отсюда вижу как этот вот поднимается пыль водяная слив сброс эти сбросы там он все вокруг и он позатапливал а не переборщивают они со сбросом-то нет здесь уже рядом с этими ребятами останавливаться не будем для просмотра без пройдем потом попробуем вернуться поближе на это все посмотреть на он с высоты как это все выглядит ну по масштабу конечно я думал с красноярской не сравнить но все равно зрелище довольно таки завораживающее даже как падение воды не вида но здесь и высота поменьше здесь что мы там прямо вот сверху можем это все делал наблюдать там там из газ не могли это наблюдать а здесь то можем прямо сверху что сейчас машину поставим и придем сюда пешочком надо посмотреть когда я как говорят первый раз за типа за все время существования даже может врут конечно или я чего не так понял но события неординарное скажем так даже радуга вон видно здесь здесь ничего не видно вот они шлюзы которые открыли вот она видите вон она они завесили чтоб так не смотрели вон она вода зеленая 3 4 вот она несется вот они 4 шлюза а здесь сухо а сколько их всего 6 7 всего их 7 ну а сейчас могут припаркуемся и пойдем посмотрим на это зрелище а люди вон оттуда смотрят вон видится со смотровой площадки я правда не знаю как мне туда попасть поэтому поэтому мы станем здесь как туда попасть я даже не знаю ну там дальше дорога и вот там надо как-то но я же на машине туда не поеду а идти наверно очень далеко что нашел я пирку вот смотрите как это все выглядит откуда такого с того ракурса мы это все видели давайте посмотрим теперь с высоты сейчас подойдем прямо над этим чудом встанем охренеть не просто нет ну однозначно здесь конечно высота поменьше но выглядит это все завораживающе просто завораживающе представить себе какая там мощь вот шлюзы которые выглядят закрытом состоянии вот представьте за этими железяками толщу воды вы не представляете какой тут шум стоит и вот это водичку вот их приподняли водичка побежала кажется а сколько ее тут бежит то фигня а по итогу получается вот это вот братцы это надо видеть своими глазами поверьте ну кажется сколько ее там вообще ни о чем такое ощущение что вообще ни о чем а представляете какая это мощь это просто непередаваемая мощь друзья это что-то камера все это не это не передается это надо видеть честное слово поверьте мне этот машин масштаб от этого всего это надо просто видеть просто охренеть просто охренеть просто охренеть этим все сказано да друзья это это сила Ну, всем привет с Братска! Вот, доехали, вчера ночевали в Нижнеузинске, сегодня доехали до Братской ГЭС. Ну, сегодня по плану нам до Усть-Кута добежать. Это честно, это, ну, невозможно описать, это надо видеть. Такие вот дела, друзья, ну, все хорошо, есть, осталось. Что, полюбуемся еще со стороны. Как этот, говорил герой фильма, говорит, непередаваемые очутения. Жесть. Все, пошли к машине. Так, еще вот, да, скалы здесь, вот, текла река, была гора, были скалы. Взяли вот такую штукенцию, воткнули, и сейчас вот крутят природой, как хотят, да? Обалдеть! Вот уж эти человеческие... Что может человек, когда хочет, да спроектировать вот это вот все, чтобы это все выдерживало. Вот вы представьте, за этой стеной какой там напор воды? Сколько там? Давление какое? Страшно подумать. Хороцы, а вы говорили, что мы сюда не попадем. Смотрите, вот Игорь, я уже собрался уезжать, кстати, вон там мы стоим. Говорит, поехали, говорит, я тебя любезно свожу с этой стороны, покажу сброс воды. Ну что, спасибо, вот мы сюда и попали. А, туда вот, да? Ну пошли, может, с этого сверху глянем. Вот как. Не, пешком, конечно, я бы сюда упарился бы идти вокруг. Да-да-да-да-да, а я вот туда ходил, ну прямо над ними снимал. Ну вот, теперь мы... Да. А сколько ее высота, Игорь? Не помнишь, да? Не, ну все равно, такие вещи надо смотреть вживую. Камера, она этого не передает. Я в Красноярске когда был... Директор Красноярск сказал, что, когда была открыта в вашем городе, было 962 кубов в секунду. Угу. А сейчас 4 с городе, вписывание еще больше в другие. Угу. Сейчас мы опять сбрасываем, опять наполняем населинский полчаса. Ну да, 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 им нужно сбрасывать. А вообще, всеми руководит гусейский бассейн. Гусейский бассейн. Вот эти все руководства. Они именно говорят, типа открывать, вот, а только они упрещают. Угу. Пошли туда спустились. Шикарные кадры. Так близко мы еще не снимали. Сначала снимали с высоты, а теперь со стороны. Нет, ну ниже я не пойду, что-то стремно падать высоко. Купаться не запланировано, но, конечно, выглядит это все офигенно просто. Какая мощь, какая сила. Ну тут, наверное, не знаю, ну метров 60, может 80. Ну поменьше, чем Красноярск, конечно. Класс. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, отсюда еще тот ракурс. Потрясающее зрелище. Как Игорь говорит, надо эти рыбы внизу собирать. Офигеть. Получается здесь 4... Здесь и шлюзов вообще. Открыто 4. Вот. Видите, как удачно, братцы. Игорь, спасибо. Ларс свозил вот туда меня. Ну, пешком далеко, честное слово. И зато вам показал. Еще и помидорок. Там мачник с собой взял. То есть взял, с собой дал дорогу. Спасибо, Игорь, большое. Прямо вот так вот. А я уже все. Я уже уезжать собирался. Все, вот сижу, вот уже все. Фотку в Инстаграм выкинул. Все, думаю, поеду. И он как раз ехал, вот напротив увидел. Подъехал. Спасибо, не поленился. Повез туда. Красавчик. Все. Теперь, как это, программа выполнена полностью. Да. Все, ключи от машины найти, нашел. Думаю, у него в машине выпали. Можно ехать. Поехали. Поехали пока никого нету. Вот, классно все получилось. Игорь, ну вообще, респект, уважуха. Красавчик. Не поленился, развернулся. В даче ехал человек. Съездили, посмотрели. А так вот туда, чтобы попасть, это нужно пешком идти вот сюда. Сейчас вот здесь налево. Но здесь можно заехать. В общем-то, даже на грузовике. Здесь налево повернуть. Прямо туда, конечно, к смотровой площадке не поедешь. А так вот туда налево, вот сюда налево свернуть. Метров 200 еще проехать. И там пятак есть, можно машину поставить. Ну и пройтись. Это же расстояние, только в обратном направлении. Но я этого не знал, теперь знать буду. Ну а так. Вообще, собрался ехать. Это же все уже. Как это? Телефон выключился. Смотрю. Подъехал. Уважение. Уважаю. Спасибо. Ой. Так, а время-то знаете уже сколько? Время уже полпятого. Еще ты, блин, только на Братске наехал. Все-то мне подсказывает, что порыбачить мы сегодня не успеем. Хотя вот сейчас буду ехать, если где-то какую-то реку увижу. Но я туда, туда ближе, я вроде как так вспоминаю, что есть там река. Если будет еще светло, будет возможно скинуть машину, то, конечно, поставлю. Попробуем еще сходить порыбачить сегодня. А так он говорит, оказывается, нет, я соврал. Что это последний, ну это первый. Говорят, еще в 95-м году сбрасывали воду. Вот, говорит, там внизу, говорит, потом, говорит, хотели рыбу, собирали там. Ну, она вот, получается, падает все уже там. Ну, естественно, убивается с такой высоты. И все это. Говорят, хотели рыбу, собирали. Говорят, вот еще в 90-м. Мне почему-то казалось, что это первый спрос. Где-то я слышал или читал. Ну, значит, короче, кто-то соврал. Ну, я понимаю, что те, которые сказали, что это первый. Ну, 95-й, сейчас 2021-й. Нормально, да? 21 и 5. 26 лет назад. Ничего так. Ой. Дорожки, дорожки, дорожки. Бранские дорожки. Что? Так, что у нас дребезжит? Спальник выпускал и не прижал решетку. Которая не дает спящему сверху свалиться. И она там что-то дребезжит. Надо ее, это, сейчас можно светофорчики. Ее надо натянуть. Если нет, тогда на выезде остановлюсь. Иначе она вот так. А эту вот пошел опять. Защелкал, где замок заходит, решетка передняя. Пошел там, намотал скотчем. Все, закрылось. Все, сейчас не дребезжит, ничего. А то уже, который в предыдущий раз я наматывал. Ну, вот как раз когда-то, в Братске я и наматывал. Просто уже гнездо это посадочное, оно разбилось. И она там немножко болтается, когда вот так на ямках. Сейчас намотал, и у нас уплотник. В следующий раз разболтается, опять намотал. Один, никаких проблем. Не, ну классно, классно. Масштабы тоже, хоть и... Ну, чем? Только высота меньше. Ну и сама по себе немножко, конечно, меньше получается. За высоты. Ну а так масштабы, конечно, поражают все вот это. Маркомесия. Вот. Ну, нам еще так ориентировочно, какому-то, сколько километров. 320. 300, 320. Ну что, вот в районе 300. Доедем! За светло не доедем, по-темному доедем. Где луфта? Не зимаш еще. Зимой был, зимой бы тоже доехал. Надо наделись-то. Даже не заморачиваюсь. Путь замеречь посмотреть, получится. Наичь не тормознем. Пойдем. Попробуем. Скани обратно, кстати. Вот. Рыбку. Ну, не то, чтобы поймать, но хотя бы покидать. И то. Для души. Пишите, допустите на скорость. Продолжение следует... Продолжение следует...